Это может дать хороший импульс или угробить страну окончательно. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какая ситуация меняет нашу реальность и хорошо бы, если в лучшую сторону. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Выезд россиян в постсоветские страны на фоне спецоперации в Украине, или будем называть вещи своими именами, в войне и частичной мобилизации позитивно влияет на экономики принимающих государства, хотя несет в себе некоторые риски. Об этом пишет ведущий экономист по развивающимся рынкам британской консалтинговой компании Oxford Economics. Татьяна Орлова в своем обзоре «Утечка мозгов из России» приносит пользу ее соседям из бывшего СССР. Согласно доступным данным по численности уехавших, на которые ссылается экономист, большинство из них прибыли в Турцию, Казахстан, Армению, Грузию, Азербайджан. Для стран постсоветского пространства влияние именно на них оценивает эксперт Oxford Economics. Эффект от реалокации россиян выражается в притоке денежного и человеческого капитала. Денежные поступления уже позитивно влияют на баланс текущего счета стран, активизируют их внутренний спрос на товары и услуги. Приток человеческого капитала может принести пользу в долгосрочном периоде, если принимающие страны создают благоприятные условия для работы высококвалифицированных выходцев из России. По данным, которое приводит в Oxford Economics, только в сентябре в Казахстан уехали около 200 тысяч россиян, в Грузию 70 и в Армению 60 тысяч человек. Азербайджан не отчитывался о числе прибывших осенью, однако отдельные наблюдения свидетельствуют, что и здесь приток существенный, пишет Орлова. С учетом этих оценок и принимая во внимание введенный в марте запрет на вывоз более 10 тысяч долларов из страны, россияне могли привезти в Казахстан, Грузию и Армению около 3 миллиардов наличными в сентябре. Гораздо большие суммы, вероятно, были переведены на счета местных банков, поскольку ограничений на это не было, пишет Орлова. В Казахстане объем средств на банковских депозитах российских граждан в этом году вырос более чем в 4 раза и составил почти в 1,5 миллиарда долларов. При этом для стран-экспортеров углеводородов приток российского капитала является дополнительным источником улучшения показателя текущего счета, а для стран-импортеров поддерживающим фактором отмечается в обзоре. На другие страны, такие как Таджикистан, возможно Туркменистан и Узбекистан, Кыргызстан, также это достаточно хорошо повлияло, но не в таких больших объемах, потому что к этим странам нет такого доверия, но все же даже они ощутили этот приток. Переселение россиян стимулирует деловую активность и обеспечивает принимающие страны образованным и квалифицированным человеческим капиталом, полагают в Oxford Economics. В частности, эмигранты из России переносят в страны реалокации свой бизнес. С марта по и юниор россияне зарегистрировали только в Грузии 6400 компаний, что в семь раз превышает показатель 2021 года. Принимающие эмигрантов страны выигрывают и с точки зрения демографии. Прирост человеческого капитала повысит долгосрочные темпы роста принимающих стран, прогнозирует автор обзора. Жены и дети приезжающих мужчин будут создавать дополнительный спрос на товары и услуги постсоветских странах. Оценки о позитивном влиянии российских эмигрантов на экономику постсоветских стран сильно преувеличены. Парирует доцент факультета мировой экономики и мировой политики Андрей Суздальцев. По его мнению, с учетом типичного для стран СНГ дефицита рабочих мест, россияне ли едва ли будут там оставаться? Сейчас прибывшие россияне оказывают поддержку экономикам, принявших их стран своими деньгами. Но возможности для трат не бесконечны. Все эффекты от притока мигрантов, как положительные, так и отрицательные, будут краткосрочными, убежден он. О какому мнению придерживаетесь вы? И ощутили на себе какие-то изменения в жизни страны после притока мигрантов? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Переселение россиян может вызвать социальную напряженность в принимающих странах, указывает экономист Oxford Economics. Это из негативных факторов. Автор обзора приводит в пример Грузию. После военного конфликта в 2008 году с Россией и последующего отсоединения Абхазии и Южной Сети, грузины остаются настороженными, несмотря на экономические выгоды от приезда россиян. Другой повод для недовольства местных жителей – удорожание стоимости жизни, включая существенный рост цен на аренду жилья на фоне повышенного спроса. В начале октября Минюст Узбекистана сообщал, что арендодатели выселяют местных арендаторов в пользу иностранцев и необоснованно завышают цены. Власти стран, принявших большое число российских мигрантов, должны выбрать правильное сочетание стратегий, чтобы извлечь максимальную выгоду из притока денежного и человеческого капитала из России, избегая при этом перегрева рынка, делает вывод Орлова. В странах растут инфляционные ожидания, констатирует Донец. Чтобы их сбить, их помогает повышение ключевых ставок, что недавно сделали Казахстан, Армения и Азербайджан. При этом основным риском для продолжения роста экономик за счет фактора притока в мигранты из России и Донец называет обратный отток людей или переезд в другие страны. Проблема любого бума, перегрева, последующие охлаждения. В любом случае мы ожидаем, что в следующем году дополнительный приток мигрантов уже не будет таким активным, а национальные валюты будут чувствовать себя послабее, предупреждает она. И тем самым предупреждает еще и правительство этих стран не сильно радоваться и сдерживать экономику, несмотря на позитивные и негативные факторы, ведь это скоро все закончится. Как вам такая ситуация в стране? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии у нас. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!